Запорожский край традиции вышивки. Народный мастер Валентина Харлова своими руками создала карту, по которой их можно изучать. Свою работу она презентовала и передала в дар областной библиотеке. На эту работу Валентина Харлова потратила 20 лет. Говорит, ездила в каждый район, изучала народные традиции. В итоге получилась карта, глядя на которую, становится ясно, где и как вышивают в Запорожском крае. Русский крестик в Энергодаре, немецкий стежок на Верхней Хортице, татарская вязь в Акимовке, гадюки каменной могилы и вплетенная вышивку солома из Орехова. Возле каждого хитросплетения нитей имя мастера, чей почерк изучала Валентина Харлова. Ходила от хаты до хаты, выучила вышивку своего рода, в помиле поселений в селе Полтавка, вот я вам покажу его пальчиком, вот это тут. Я забрала все, что было вышито у моего деда, моих тетчок, кажется, дуже багато мережек. И отродила 40 типов мережек в Запорожской области, завдяки соли Полтавка, Привильне и т.д. В творческом багаже Валентины Харловой 100 выставок по всему миру и более 3000 работ. Запорожье ее вышивку можно увидеть в художественном, краеведческом и музее истории казачества. Теперь в этом списке и областная библиотека. В год Горьковке дарят порядка 4000 книг, но вышитую карту в дар принимают впервые. Это своеобразный источник для изучения нашего края. У нас есть отдел краеведения, как раз для этого отдела это очень ценная вещь, потому что там есть карта географическая с изображением Запорожского края. И есть карта вот такая стилизованная, которая представляет совершенно другой аспект нашего края. Отображает все нюансы именно художественной жизни наших людей. Валентина Харлова считает, через вышивку возрождает культурные традиции. С однажды избранного пути уходить не намерена. Уверена, на Запорожской земле еще есть, что воспеть при помощи ниток и иголки.